Есть у меня приятель один. Возможно, перец этот меня и не помнит. Но познакомились мы вместе в битву трудную. В 1996 году я тогда работал на Соловьёва. Вот и мы пригласили в ту пору человека из Москвы. Человека правдивого Андрея Караулова. И вы представляете, он с тех пор ведёт одну и ту же передачу «Момент истины», где тупо рубит тех, кто ворует и с жадностью своей попирает правила существования человечества в человеком месте – Россия. И вот не прошло и десяти дней, как я увидел то, что в Самаре, в теперь уже родном онкоцентре, творятся вещи-то немыслимые. И он, естественно, силой власти своей круто наехал на исполнительную власть. Вот типа воруют. Но мы не момент истины, хотя я бы вам-то рассказал. Мысля-то есть. Мы вам предлагаем посмотреть в те места, где не тырят. Там лечатся от онкологии. И там это в три раза дешевле, чем в Германии и Израиле. Да, при постановке диагноза, в первую очередь, куда мы обратились, это был израильский центр в городе Киеве, который в основном назначил консервативную терапию без точного метода исследования. мы начали лечение. Потом появилась возможность поехать в Германию для подтверждения диагноза в клинику Шерите. Известная клиника на весь мир, где нам подтвердили этот же диагноз и опять же назначили консервативную терапию, которую я принимал около года. При этом консультировался и наблюдался у своих урологов по месту жительства. И в марте месяца этого года наступает явный кризис этой всей терапии, которую назначали европейские светила, так скажем. Состояние было очень тяжелое. Оно ухудшалось на глазах. Находясь с одной реанимацией в другую, выходов не было. Никак не могли остановить нарастающий отек мозга. И было принято решение с семьей лететь в Турцию. Не просто в Турцию. В клинику Мемори. Большая здесь клиника, которая специализируется не только на ОНКО, но и на других профилях, был забронирован частый самолет санавиации. И я был сюда доставлен в коматозовое состояние. Месяц местные врачи боролись, выводили меня с этого состояния. Через месяц я пошел своими ногами. Скажите, пожалуйста, ну, просто вариант, допустим. Сколько было в Германии, сколько было в Израиле, сколько в Турции? Что имеется в виду? По деньгам. Ну, сложно мне это судить. Дело в том, что в Германии мы не проходили лечение, мы проходили только диагностику. А, вот так вот? Да. Израильский центр тоже только диагностику. Мы не проходили там лечение. Поликлиническое. Да, поликлиническое лечение. Ну, таблетки. Вот. Я не хочу сказать, что лечение стоит дешево, но сравнивая пребывание в Германии, сравнивая лечение в Америке, потому что здесь используется схема лечения подхода американской FDA, то здесь действительно дешевле. И я не думаю, что, не будучи в Америке, что качество лечения хуже, чем там. Имея, зная уже профессора, его подходы, как он индивидуально подходит каждому пациенту, а не по протоколам. Но мы сами с супругой врачей и оценим это. Как это? Мы можем сказать, что здесь каждый пациент как произведение искусства. Конечно, за все в жизни надо платить, но подумайте, здесь в тело пациента лезут только тогда, когда не смогут добиться положительного результата. Ибо, как вы знаете, рак не любит присутствие кислорода. Здесь сначала обследуются с вероятностью 100%, а затем уже лечат. Здесь лекарства, не виданные тем, кто в странах третьего мира, покупая химию, заряженную в 25 раз дороже, чем здесь, пытаются найти лечение. Да они про новости и слыхом-то не слыхали, и виду-то не подают. Здесь вам никогда не скажут, что вы через два года умрете. Да потому, что родственники по всем правилам вашего врача здесь отметелят. Здесь будут за вас бороться до момента выздоровления или до ухода. Но уйдете вы не так, как в странах-то других. И возможность прожить-то в разы больше. Здесь живут, и вы будете жить. Мы также обращаем внимание на качественную прожитую жизнь пациентов. Хасталамызан тедави сразында мутлу, гюлемсиен, мутлу, В последнее время мы стараемся наших пациентов отправлять в специальный реабилитационный центр, находящийся в лесу, между радиотерапией и химией терапией они проводят там. На данный момент наш онкологический центр это один из центров, который делает больше всего трансплантацию костного мозга. Нас радует, что мы получаем такие положительные результаты и для турецких граждан и также для зарубежных граждан. Ну а для того, чтобы приехать сюда, проблем-то нет. Не из каждого города, а из крупных центров самолеты-то летают. Прямые рейсы до Анталии. И если честно, то поехать сюда и зимой, это из холода в теплый тропический рай. Снять дом или поселиться с семьей, и вы поймете, что только с семьей поселившись, вы в разы ускорите лечение. Да потому что только семья вам помогает, она ваша радость, и без них нет смысла к существованию. А разместить вас это просто. Вот телефон, и вы почувствуете силу турецких госпиталей. А может, тут-то и останетесь?